ну что друзья утро добром не бывает в общем черт шипит все шланги не выдерживают сейчас отцепляем машину едем набережной челны уже в городе искать шланги высокого давления такие вот дела друзья давайте порос сейчас будет все камера окна ну что я вернулись на тургайп сделали возврат по шлангам деньги должны вернуться на карте в течение трех дней сейчас пойдем перекусим и поедем в челны искать шланги высокого давления такие вот дела все класс раз на обеде поработали чуть-чуть на морозе все приятного аппетита ну все друзья заезжаем в набережные челны всем привет то с набережной челнок сейчас ищем автозапчасти где нам будет нужный шланг продаваться все в первый автомагазин заезжаем узнаем о местах где хороший магазин где найти можно быть поедем устанавливать осталось купить хомуты и перчатки ребят заехал на территории алабуги сейчас дедушка подошел гайд на машине man что-то не там не включается помочь подсказать недавно сел на нее не может разобраться чем подъезжаю к нему помочь дверь с той стороны плохо закрылась чуть-чуть проеду закроем гремит иностранных номерах грузин грузин еще поможем посмотрим сейчас друзья в общем с грузии у дедушки тоска климат замерз автономка замерзла в общем сейчас пойдет он договариваться узнавать насчет загнать бокс на мойку или что чтобы отогрелась машина как у меня та же самая ситуация замерзла ночью заглушил машину сама сам автомобиль работает вроде тепло накачал а печка не включается климат замерз такие дела тоже бывают что друзья наконец-то это закончилось поставили на конец адекватные шланги которые выдержат давление как родные встали они сюда короче все окей нигде не щипит нигде не травит вот еще наша машина так выглядит коллега подъехал грузится по местам по заводу потому что мы не успеваем все рейсы отвезти сейчас я повезу еще два рейса вот моя пирамида тут с краешка стоит меня ждет уже третий день чтобы я ее в набережной черной отвез такие вот дела чашку заявочку должны уже распечатать и буду грузиться развезу все отдыхать отдохнуть от этого всего наконец и переодеть всю грязную одежду одеться в чистенько завтра в набережных челнах пойдут уж скажу меня два рейса по заводу из-за того что снегопад там не заехать на территорию слишком скользко некому посыпать дорогу в общем сейчас я буду загружать свою пирамиду и ждать завтра чтобы заехать в город набережных челны и выгрузиться вот максим уже практически доделают последний шланг его остался и все это уже финишная прямая поедет он на перь такие вот дела как я уже соскучился по работе поскорее бы куда-нибудь смотаться подальше все начинаем потихоньку упаковываться такие дела друзья все вам спасибо за просмотр на заставьте лайк приятно видеть вашу поддержку в комментариях буду стараться радовать вас контентом и такие ситуации бывают решил вам показать тоже чтобы знали давайте друзья всем счастливо ну что друзья наконец таки это свершилось выезжаем отсюда смотрите чё на улице все давай пока пока друг молодой парень тоже тут работает оформляет документы все поехали тихонечко смотрите-ка чё творится метет чувствую повторится дубль 2 как перед новым годом было минус 10 11 показывает вот надо выбрать правильное место парковки сейчас ребят ех ех надо где-то переночевать потому что набережной челны нас только завтра выгрузят в общем надо припарковаться где-нибудь и не прогадать чтобы утром если вдруг заметет чтобы мы могли уехать я думал встать тут а как выйду сразу же из кпп малых заметет я отсюда не выберусь показывает всю ночь будет вместе чуть машина как-то странно двигается прыгать ну-ка гуська проверим вместе все стрелки на месте все колеса крутится так нигде ничто не шипит все отлично погнали так надо вернуть мне сейчас на кпп головку то что брал я у водителей который уехал не успел его дать он тут регулярно грузится как нибудь заберет из набора с ними созвонился взял номер в окошке оформления документов там у них все номера водителя есть знал я его номер автомобиля в общем такие дела все мы в курсе что она будет его ждать на кпп так что поехали на кпп завешиваться на весах и путь искать место пристанище где будем ночевать то друзья на улице беспорядок метет гололед лютый я не разгоняюсь в подъемчик потому что резкий спуск и круг там мы хрен остановимся у меня 26 с половиной тонн ох 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 тихонечко идем вот циник как не в голову не придет держи на встать ты грамотно потому что я переживаю еще повторится ситуации как в прошлый раз я забрасываем скорость включаем пониже на передачу тихонечко будем спускаться потому что там накатали я на голове когда ехал тут вообще воду тоска сейчас будем двигателем тормозить потихонечку передачами ну и следить за прицепом чтобы не начало складывать на тормоза тут вообще надежды нет включаем поворотничек у нас главное так сейчас тоже опасный момент закладывать в круг еще ниже передачу и потихонечку так вот тихонечко заложили ух ты какая там очередь ё-моё аж отсюда а это на весы они по моему да так скопились чуть я не пойму что за очередь странно что разберемся так друзья тут очередь на весы она вообще ни к чему кто тут мало ездить не в курсе стоит в очереди зря это тут определенная фирма на весы заезжает кто от нее грузится нам сейчас мимо закладываем ведь они ждут весов бедолага подняться не может наделга вот попал блин не вовремя с этими весами ой блин ой блин его сейчас кинет чем ему поможешь там на железе сыпь не сыпь у меня даже нечего бросить его под колеса его надо спускать там да и встать агент стану перекрою он мазурик правильный пацан не спешит обгонять поможете налегке пустой это тяжелыми вообще лишняя скорость не нужна я не остановлюсь с таким то ножом так закладываем поворот также ниже скорость и тихонечко закладываем зайдем в первый бокс чтобы мазурик залетел туда без проблем так ну что друзья погнал я сдавать пропуск ну что друзья в общем припарковался я сюда прямо потому что метет по любому заметет как обычно сейчас тут волевочка хочет рядом походу встать слышно меня или нет тут ветерок вот так я встал потому что уже заметает утром та же самая ситуация а тут мы с ходом напрямки по снегу груженные выскочим без проблем так что такие дела друзья все пошел я отдыхать монтировать видео ух тепло уже минус 10-15 так что доброе утро друзьям в общем просмотре конечно выберемся в общем 1 легче Послушаем, шипит, как она слышит. Тишина. Все, тишина, друзья, тишина. Это радует. Ну что, друзья, практически подъезжаем. Дорога скользая, сейчас пик. У нас в перекрестках ДТП, люди не успевают резко затормозить. Кто-то там светофор желтый увидел, остановился. В общем, ситуация так себе, так скажем. Ну, на базике кто-то летит, спешит. Да, погодка подмело немножечко. Ну что, друзья, заезжаем. Вот смотрите, какой индюк что-то чистит, что ли, гридер. Давай, проезжай. Дай-ка туда куда-нибудь. Че-то встань туда. Ну вот Маздяу. Вылазит. И куда вот он все едет, едет. Че, мы снесем зеркало или бочину проведем, царапаем. Маздяу. Погнали. Территория КамАЗ-завода, по-моему, так считается. Или бывшая территория. Мастер. КамАЗ-индустриальный парк. Все восемь часов откроет. Отворот через 10 минут и будем заезжать. Такие дела, друзья. Все. Ждем. Ну что, друзья, заезжаем. Внутрь уже подготовили там территорию. Убирали пустые пирамиды. Сейчас протянем вперед и назад дадим. Надо как можно подальше. Приезжать надо сюда. Вещи в душ я уже собрал. Надо сейчас быстрее помыться. Так я хочу. Помыться. Это что-то с чем-то. Вперед поедем. Все, друзья, решили так выгружать на этом месте. Друзья, в общем, все выгрузился. В душ сходил. Все отлично. Все по плану. Сейчас готовим траекторию, по которой будем выезжать. Машину сразу под залом. Будем практически на 90 градусов заламывать машину. Под правую руку туда. Так что вот в чем проблема. Сейчас попросил я грузчики посмотрят. В таких моментах всегда лучше спросить. Точнее попросить людей, чтобы они поконтролировали немножечко движение. Потому что, ребят, выходить каждый раз, проверять обстановочку не очень удобно. Ну, давай начнем подламывать. Все. Начинаем подлом. Продолжение следует. Продолжение следует. Вижу, вижу, я вижу. Еще и как только зеркало проходит, сразу начинаем выравнивать машину. Практически 90 градусов. Смотрим-смотрим. Что там, крыло нормально? Все, друзья, погнали. Сейчас сюда приедем еще. Вот наша машина сейчас так же будет выгружаться. Здорово! Здорово! Все нормально? Все сейчас. Тоже два рейса? Вот такие вот дела, друзья. Человек сейчас тоже надо ему успевать два рейса делать. Ну, что сделаешь, когда надо? Газелькин стоит. Ну, что мы проедем? Смотрите, тут в основном женщины на карах работают. Казалось бы, да? А работают. Ну, потому что они не гоняют, тихонечко такие востребованы. Смотрите, какие-то странные велосипеды. По территории газу идут. Тоже дальнобойщики, наверное. Ну, все, друзья, открыли на ворота. Хороший знак. Значит, все в порядке. Выскакиваем на проходную. Быстренько в челны. Тут грейдер чистит дорожку. Вот такой вот перекус оформили. Все, заезжаем на территорию. Поехали грузиться, пока будем ждать очередь. Ну, что, друзья, вот моя партия с теплом. Сейчас поставят последнюю пачку и будем крепить и заезжать. Ну, что, друзья, дубль два. Все тот же рейс на набережной Челны. Мечим туда. Все по накатанной. Все точно так же. Скоро, 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 скоро. Гидромов только крутит, да, громко? Уже начинает потихоньку носки делать. Не зря работать. Вот, кстати, слева склады. Это вот когда по заводу перемещение. Отсюда берем, сюда привозим. На кругу разворачиваемся. Сюрпризов таких, что, не знаю, как сказать, это неопытность или что. Сейчас смотрю на это и офигеваю. Готовы это увидеть? Надеюсь, камера передаст на улице. Темно. И вообще, я проеду или нет? Такие вот дела, друзья. Смотрите-ка внимательно. Сейчас, что тут будет? А здесь будет развернутый, как скажем, развернутый автобус. Вот прикол, да? Как мы поедем? Я не знаю. Мужики. Перекрой там движение. Проезжай, как. Слушай, друг, перекроешь встречку там? Встречку перекрой, чтобы я побольше взял и проехал. Все. Перекрой там движение. Да, я проеду. Вот такие вот люди. хрен кто пропустит давай давай перекрыл мозолик давай езжай встречку автобус объезжаем красавчик друзья вот такие вот ситуации представляете автобус перевернула хорошо что еще было место как-то проехать накатали легковые вот приколисты да так что будьте внимательны вытянуть чеку не загадывайте никогда хорошо проезд но мне сейчас дали работу по заводу так бы я бы не успел а если проезда не был куда бы я пьячился назад сзади уже пробка так что едем потихонечку люди тоже в шоке кто сюда едет не пойму чё происходит да поморгаем пропустите меня кто-нибудь спасибо так вот крутим пятак а включаем аварийку передаем большой рахмет автомобилистам друзья ну что вот и все я выгрузился сейчас двигаемся на завод дали мне два перемещения по заводу отвезти два рейса и после этого буду ждать завтра завтра уже загрузка на перим скорее всего но это не точно будет видно так что такие дела друзья давайте все всего хорошего спасибо за просмотр ставьте лайк не забывайте все давайте до скорой встречи спасибо спасибо и но Продолжение следует...